Драма на дороге. Водитель сбил женщину и протащил ее почти километр. Долговое рабство. Штрафы за просрочку оплаты ЖКХ вырастут вдвое. Что чаще других делают женатые мужчины? Интересные данные в нашем опросе. В Хабаровском крае катафалк с полным гробом черной икры задержали за превышение скорости. Прокуратура возбудила дело в отношении одного из министров Пермского края. О самых важных и интересных событиях готовы рассказать и мы. Это новости на ТНТ в студии Андрей Фадеев. Здравствуйте. И наверняка весь Пермский край сегодня говорит о чудовищном ДТП, которое произошло в Березниках накануне вечером. Водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места происшествия. На удивление есть свидетель, который запомнил номера машины убийцы. Происшествие случилось накануне, поздно вечером, на этом участке дороги, на улице Карла Маркса. Как рассказывают очевидцы, неизвестный водитель сбил женщину, но на этом не остановился. Он протащил потерпевшую между колес своей иномарки до приюта друг. Чудовищный поступок неизвестного лихача шокировал не только сотрудников полиции, которые прибыли на место происшествия, но и случайного свидетеля. Он ее когда сбил, она с капота-то скатилась на асфальт, встала на карачке и орет на него. Ты что скотина делаешь там, ну, таким громким голосом? И он продолжил движение, то бишь на нее наехал, проехал по ней прямо. Самое страшное то, что первый удар женщина получила несмертельный. Мы посчитали расстояние от киоска до приюта друг 1 километр 200 метров. Только вдумайтесь, со слов очевидцев, машина-убийца ехала на бешеной скорости. До сих пор личность погибшей женщины не установлена, так же, как и машина-убийца, номер которой остался не только на бумагах сотрудников полиции, но и в памяти случайного свидетеля. Я номер запомнил машины, это был серебристый седан, то ли Nissan, то ли Toyota Hatchback. Номер машины Т-174, как бы первую букву, а остальные две я не запомнил. Это не случайное происшествие, уверены жители частного сектора на улице Карла Маркса. Оказывается, каждый день здесь рискуют жизнями несколько десятков людей, которым приходится идти по обочине дороги, ведь тротуаров нет. Мы давно-давно живем у дороги и надеемся, что нам сделают тротуар, по которому будут ходить люди. А зимой, это сейчас сугробов нету, зимой большие сугробы и люди полностью идут по дороге, им просто идти негде. Сейчас подробностями этого смертельного происшествия будут заниматься следователи. Найдут ли они виновника ДТП, об этом мы узнаем позже. Тем временем, за прошедшие сутки в Березняках ситуация на дорогах обострилась, отмечают сотрудники полиции. Помимо ДТП на улице Карла Маркса, произошло еще несколько дорожно-транспортных происшествий. В связи с ДТП был поднят весь личный состав и сотрудникам полиции пришлось поработать до позна. На улице Мира, напротив 64-го дома, неизвестный сбил 6-летнего ребенка и скрылся с места происшествия. Сейчас малыш проходит амбулаторное лечение. И в районе остановки Урал-Кали накануне поздно вечером на пешеходном переходе были сбиты два березняковца. Слава богу, все обошлось, пострадавшие проходят лечение в больнице. По всем фактам происшествий полицейскими проводится проверка. Екатерина Федорова, Степан Никрасов, Александр Зибзеев. Новости на ТНТ. К другим темам. Спокойно и без эксцессов сегодня березняковские депутаты принимали решение и голосовали на заседании городской думы. За час удалось проработать 10 пунктов повестки, которая в основном касалась земли березняков. Кто за то, чтобы заседание думы открыть, прошу голосовать. На первом рабочем заседании депутатов шестого созыва народные избранники приняли решения, связанные в основном с правилами землепользования и застроек. В дальнейшем это поможет администрации более рационально использовать землю. Были приняты изменения по поводу аренды земли, которые позволят в наше кризисное время как минимум не уменьшить наполняемость бюджета. Кроме того, депутаты голосованием отменили некоторые нормативные акты, которые из-за изменения в краевом и федеральном законодательствах вступили с ними в противоречие, сообщил председатель Березняковской городской думы. Кроме того, была создана согласительная комиссия с законодательным собранием Перского края, которая завтра будет рассматривать противоречия между городом Березняки и краем в части исходных данных для формирования бюджета на 2016, 2017, 2018 годы. Суть спора, основываясь на данных Пермстата, неправильно указана численность жителей города Березняки, что в свою очередь влечет за собой неправильный расчет дотаций, субвенций, которые будут из края приходить в местный бюджет. А малоимущих горожан, похоже, загонят в долговое рабство. Штрафы за просрочку оплаты ЖКХ вырастут вдвое. Пенни составит примерно 23% от суммы долга в годовом выражении. С 1 января штрафные санкции за долги по коммунальным платежам вырастут в два с лишним раза, но лишь для тех, кто не платит больше трех месяцев. 21 октября появился текст, который, как заявили в Комитете по энергетике, уже согласован и с правительством, и с Кремлем. В нем зафиксирован компромисс. Месяц можно не платить вообще без последствий. С 31 по 90 день просрочки Пенни остается на нынешнем уровне, и лишь с 91 дня поднимается до предложенной правительством величины – 23% в годовом исчислении. Среди регионов особенно тяжелая ситуация на Северном Кавказе. Долги Ингушетии по электричеству – 2,4 миллиарда рублей. Чечни – более 10 миллиардов рублей. При этом инвестиционные программы по развитию энергетики там – ноль или почти ноль рублей. Продолжу выпуск. Уже после Нового года многие березняковцы отметят новоселье на правом берегу. Первыми могут получить ключи от квартир в жилом комплексе «Любимов» жители 17 домов, признанных аварийными. Сегодня в офисе продаж «Любимов» побывала и наша съемочная группа. Ольга Устинова – жительница дома номер 82 на улице Юбилейная. Его признали аварийным. Поменять жилье практически в центре «Березняков» на квартиру в жилом комплексе «Любимов» согласилась сразу. Однако опасения все-таки присутствуют. Нас переселяют на другой берег Камы, в Иссолье. Ну, на картинке всегда все красиво. А в жизни немножечко, наверное, по-другому будет, сложновато. Заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений Елена Лебедева успокаивает переселенцев. Ведь «Любимов» строится на перспективу. Обещали, что в этом районе будет развита инфраструктура. Да еще и квадратные метры дают в подарок. То есть граждане, которые проживают до 33 метров, они получают в размере 33 метров. От 33,1 до 67 в размере занимаемого жилого помещения плюс 5 квадратных метров. Кто проживает от 67 и 1 квадратный метр, те получат жилое помещение до 72 метров. Список аварийных домов вы сейчас видите на экране. Большинство жителей переехать в «Любимов» уже согласны. Первоначально граждане должны были сначала выбрать квартиры и только после этого заключить договоры долевого участия. Сейчас порядок изменился и в управлении земельных и имущественных отношений. Вновь просят обратиться в отдел продаж жилого комплекса «Любимов». Мы вынуждены по новой пригласить граждан, которые проживают у нас в многоквартирных домах признанных аварийными, подойти к нам и написать необходимые документы. Единственное, что дополнительно гражданам необходимо принести документы, подтверждающие родственные отношения. То есть, если это взрослые дети, на них свидетельство о рождении, если там родители есть, и свидетельство о браке. Отдел продаж жилого комплекса «Любимов» находится по адресу Советская площадь 3 в гостинице «Березники». Телефоны для справок вы сейчас видите на экране. Кстати, как нам сообщили в офисе, пять девятиэтажных домов, так называемый 16-й квартал, будут сданы уже к началу следующего года. Евгения Кокширова, Александр Зибзеев, новости на ТНТ. На днях водители нашего города отметили День автомобилиста. Но для некоторых людей автомобили вошли не только в повседневный обиход, но и стали частью профессии. В следующем сюжете мы расскажем о тех, кто ни свет ни заря уже за рулем, и о тех, кто каждый рабочий день проводит в автомастерской. Хоть на календаре и профессиональный праздник, но работу никто не отменял. На часах 7 утра и трудовой день любого водителя в автотранскале начинается в кабинете у доктора. Они обязаны проходить в предыдущий осмотр. Если есть недомогание, температура, мы их отстраняем. Со здоровьем все в порядке. Путевые листы получены. Но за баранку садиться еще рано. Необходимо накормить своих железных коней. В автотранскале и собственная заправочная станция. Автотранскале – стратегический партнер калийного гиганта компании «Уралкалий». На сегодня парк насчитывает 646 единиц техники в спектре услуг компании «Грузоперевозки», «Автотракторные услуги», «Услуги спецтехники». Но одна из самых ответственных задач – это пассажирские перевозки. Здесь, во-первых, соблюдать надо все правила водителя автобуса. Быть откровенным и спокойным с пассажирами. Отвечать на их вопросы. Николай Николаевич Цан за баранкой автобуса уже 18 лет и ни одной аварии. Перед ним четкая задача – каждый день доставлять людей на работу в целости и сохранности. В профессиональный праздник для водителей автобусов главная награда – слова благодарности от пассажиров. Каждый день я езжу. Безопасно. Водители хорошие. С праздником – День водителя. В День автомобилиста мы не могли не заглянуть к тем, кто наизусть знает, из чего состоят многотонные машины и с закрытыми глазами может поменять колесо. Сейчас мы находимся в авторемонтной мастерской. Здесь нам рассказали, что техобслуживание для автомобилей – это то же самое, что и для нас медицинский профосмотр. Но если профосмотр сотрудники автотранскалия проходят раз в год, то такой КАМАЗ поступает на техосмотр каждые 13 тысяч километров пробега. Каждый день через умелые руки автослесарей проходят полсотни машин. Мы узнали, что здесь есть и собственный центр диагностики, который позволяет вовремя выявить неисправности деталей автотранспорта. Наша главная цель нашей авторемонтной мастерской – это знать, чтобы машины были качественно отремонтированы, чтобы происшествий никаких неполадок не случилось на дорогах, чтобы люди с удовольствием работали на этой технике. Рабочий день окончен и время собраться в торжественной обстановке. Тем более сегодня у каждого работника компании автотранскалий двойной праздник. Сегодня не только мы будем отмечать профессиональный праздник – День автомобилиста, если будет так кратко говорить, мы будем отмечать и десятилетие нашей компании. Десять лет назад из разрозненных автотранспортных цехов Уралкалия сформировалась отдельная компания, которая росла и развивалась. Ежегодно автопарк обновляется на 10%. С объединением компаний «Сельвенит» и «Уралкалий» предприятие расширилось и теперь стало известно и в Соликамске. Мы будем шагать в ногу с «Уралкалием», который до 2020 года планирует расширить свои производственные мощности. Поэтому мы также будем расширять свою деятельность, будем закупать новую технику, закупать новые автобусы для перевозки людей. То есть, в принципе, мы смотрим с позитивом на будущие годы. Главная гордость компании «Автотранскалий» – это люди. Сегодня на автотранспортном предприятии работают более тысячи человек. Более полусотни сотрудников получают благодарственные письма от руководства компании. Среди них и водитель автобуса Сергей Баяндин. А вот водитель погрузчика Павел Мельников отмечен благодарственным письмом главы города Соликамска. Их стаж измеряется десятилетиями, но они словно мальчишки с горящими глазами рассказывают о своей работе. На работу как на праздник. Я так и хожу каждый день. И это могут подтвердить мои коллеги. Коллектив у нас очень хороший. Начиная с начальства и кончая нашими рабочими. Мне вообще повезло в жизни. Мне вот просто нравится ездить. Все время новые люди. Общаешься с ними. Как бы я уже не могу за столько лет без дороги. А ровных дорог и зеленого света всем автомобилистам желают. Евгения Кокширова, Степан Некрасов, Александр Зибзеев. Новости на ТНТ. В Березняках горячо встречали звезду нашумевшего сериала на Первом канале «Мажор». Известный актер Александр Обласов, сыгравший в таких фильмах, как «Дорога на Берлин», «Завещание Ленина», «Солнечный удар» Никиты Михалкова, оказывается, получал первые актерские навыки здесь, в Березняках. Главной интриги встречи узнала Вера Андреева. Неожиданная совершенно встреча произошла у нас. Я называю его Саша. Обласов, вы меня звоните на всю жизнь. По-настоящему свой, словно парень с соседнего двора. Глядя на Александра Обласова, не покидая чувства, что ты знаешь его всю жизнь. Невероятно обаятельный, такой простой, близкий и понятный. Неудивительно, что с таким актерским составом зимой этого года страна просто прильнула к экранам телевизоров, когда на Первом канале вышел один из самых крупнейших проектов Александра Цикала – многосерийный фильм «Мажор». Саша Обласов сыграл там одну из главных ролей – полицейского Жеку. Жек, стой, не подходи ко мне. Иди мимо. Пряников измывается. И не разговаривай со мной, он может из окна увидеть. Если что, узнал, дай знак. Ну, сообразительный. Вроде бы суровый, жестокий реалий жизни, невероятно интригующая любовная линия, детектив, драма и в то же время столько хорошего юмора. Зрители тут же окрестили «Мажора» лучшим сериалом за последние несколько лет. Александр Обласов рассказал, что съемки проходили в Киеве и длились пять месяцев. Это была невероятно интересная работа. Оценить игру нашего земляка можно и в других работах, например, в самой ожидаемой премьере этого года, которая только-только вышла в прокат. «Солнечный удар» именитого режиссера Никиты Михалкова, который шел к этой картине 37 лет. Я вам скажу, что у него, кто с ним работал, артисты все от него безумно. В смысле и профессиональным, и человеческим, потому что ты независимо от того, какую ты роль играешь, ты бог просто. Артисты – это боги, неприкасаемые. Сегодня буквально затаив дыхание, на Сашу Обласова смотрят десятки начинающих студентов актерского факультета. А ведь когда-то он и сам совершенно случайно попал сюда, в эти стены, когда музыкальное училище впервые по просьбе драмтеатра решило набрать группу будущих артистов. Саша Обласов к тому времени закончил восьмую школу. Отучившись здесь до третьего курса, еще не закончив музучилища, поступил на актерское в Екатеринбург. Второе высшее образование получал уже в Москве, в знаменитом ГИТИСе. На познание актерского искусства в общей сложности ушло 11 лет, рассказывает актер. И все это время он не терял связи с своими березняковскими учителями, которые, признается, вложили в него самые главные зерна профессии. Скромный в жизни очень. Но когда мы уже пускались в этюды наши актерские, то там он преображался. Он становился очень свободным, действенно активным, да, и всегда был очень хорошим товарищем. Мажор я смотрел, это у него великолепная работа, прекрасная работа, такая острохарактерная. И характер очень убедительный и жизненный такой у него получился. Он вообще очень убедительный и органичный, не только на экране, но и на сцене. К слову, встреча со студентами затянулась более чем на три часа. Ребята засыпали актера вопросами и попросили раскрыть самую большую интригу. Будет ли продолжение нашумевшего сериала «Мажор»? Будет. Уже в ноябре актеры в том же составе приступят к съемкам второй части «Мажора». На экране он выйдет весной 2016-го. Вера Андреева, Александр Девзеев, новости на ТНТ. Интересная информация. Женатые мужчины чаще всех задерживаются на работе допоздна. К такому выводу пришли сотрудники исследовательского центра рекрутингового портала, проведя опрос. 1600 ответов россиян, работающих по фиксированному графику, разделились. Но все же большинство россиян с пониманием относятся к необходимости задержаться на работе. Если, конечно, это не становится ежедневной, неоплачиваемой обязаловкой. Однако по сравнению с аналогичными опросами прошлых лет, число россиян, считающих нечастые задержки на работе нормой, снижается с 67% в 2007 году до 59% сегодня. Никогда не задерживаются на службе лишь 14% опрошенных. Тогда как для 26% труд до седьмого пота вполне привычная ситуация. Портрет человека, который никогда не уходит с работы вовремя, это россиянин 25-34 года или человек с зарплатой от 45 тысяч рублей в месяц. Чаще всего ежедневно задерживаются на работе женатые мужчины 34% и мужчины, имеющие детей 35%. А вот замужних женщин-трудоголиков, состоящих в браке, чуть меньше 22%. Дамы, имеющие детей, как и мужчины-отцы, вынуждены оставаться на работе чаще, чем бездетные. 26% против 20%. Мы решили узнать, а готовы ли березняковцы отдавать работе большую часть своего времени. Постоянно. А что, не заработаешь? Я уже не на работе, а на пенсии. Так что мы уже не задерживаются. А всякое бывало. Бывает. Потому что работаю на себя. Я не работаю, поэтому не задерживаюсь нигде. Задерживаюсь? Бывает. Ну, задерживаю клиенты. Нет, не бывает. А почему? Потому что такой характер работы. Расписание очень жесткое. Задерживаешь почему? Начальство просит. Вот и все. А вы любите свою работу? Обожаю просто. Жить не могу без работы. Мы делаем новости вместе с вами. Если вы хотите пожаловаться на проблему, вы сняли на видео необычное событие или происшествие, вы знаете то, что будет интересно другим, поделитесь этой информацией с нами. Мы ждем ваших сообщений по телефону 43-17-17. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждут прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – компания «Формула тепла». Оборудование для создания хорошей погоды в вашем доме. Отопление, водоснабжение, канализация – все по лучшим ценам. Швейников 1. Спонсор прогноза погоды – фирма «Триада». До конца ноября скидка 15% на изготовление шкафа, копей, доставки и сборка бесплатно. Подробная информация на сайте «Триада Березники» в разделе «Новости». Спонсор прогноза погоды – салон «Термолюкс». Город Березникия, улица Швейников 1. Соликамск, улица Всеобуча 164. Спонсор прогноза погоды – ателье «Вессон». Купи шубку в два, а то и в три раза дешевле. Ателье «Вессон». Юбилейная 64. 28 октября в течение суток ожидается пасмурная погода, небольшой дождь со снегом на дорогах Гололедица. В Перми пасмурно, небольшой мокрый снег. Термометр покажет плюс один, плюс три градуса. В Александровске также пасмурно и плюс один, плюс два. В Губахе до двух градусов тепла, пасмурно, снег с дождем. В Кизеле тоже снег с дождем, столбик термометра не поднимется выше плюс одного градуса. В Соликамске не теплее нуля градусов, пасмурно, мокрый снег. В Березниках в среду температура воздуха ночью плюс два градуса. В дневные часы столбик термометра опустится до отметки ноль градусов. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 1,4 метра в секунду. 28 октября солнечная активность умеренная, геомагнитное поле слабо возмущенное. Грандиозное снижение цен в формуле тепла. Инфракрасные обогреватели от 2200 рублей. Конвекторы от 1100 рублей. Тепловые пушки от 1800 рублей. Тепловые завесы от 1800 рублей. Звоните 20 10 50. Город Березники. Швейников 1. Фирма Триада быстро и качественно изготовит любую корпусную мебель по вашему желанию. Материалы и фурнитура по оптовым ценам. Триада. Моделируй свой комфорт. Внимание, внимание. Тепло стало доступнее. Печь для бани с баком 6900. Печь для дома с плитой 6900. Наши адреса. Березники. Швейников 1. Соликарск. Всеобучие 164-2А. Термолюкс. Мы дарим вам тепло. Ателье Вессон. Мы скупаем ваши шубы, реставрируем, а также берем на продажу. Купите шубу недорого и получите в подарок новое платье летней коллекции. Ателье Вессон. Березники. Юбилейная 64. Телефон 43 11 01. Ателье Вессон.